Люк, журналист агентства «Униан» в Москве. И, конечно, самый болезненный вопрос, который беспокоит и Россию, и Украину, это война или мир. Как ты считаешь, Роман? Я думаю, что ни мира, ни войны. Все останется так же, как и сейчас. Поэтому всегда нужно уделять первостепенное внимание украинской безопасности, украинской армии и другим силовым структурам. Потому как россияне от нас не отстанут. Но я все-таки исхожу из того, что вот эта эскалация на границах Украины, это в первую очередь демонстрация силы тому же Байдену, ну и нам в том числе. Потому как, ты знаешь, как они тут реагируют на новый пакет санкций. Визжат-пищат, но с следующим предложением идет, а может быть нам провести операцию по принуждению Украины к миру? Поэтому с таким соседом расслабляться ни на секунду не стоит. Не кажется ли тебе, что, в принципе, то, о чем обвиняют Украину, да, на французских федеральных российских, что, мол, вот Украина не дает в Крым, что Украина не до конца, значит, прекратила обстрелы, хотя Украина отвечает на обстрелы из оккупированных территорий Донбасса. И вот при этом после того, как Байден назвал Путина убийцей, сразу же началось обострение. Не связываешь ли ты, что обострение с Украиной является такое отражением российско-американской повестки на самом деле? Ну, это же очевидно. По той причине они соревнуются с американцами, с Западом в целом, а стреляют в украинских солдат. Просто при всех трагических ситуациях на линии фронта я хотел бы обратить внимание, что по отчетам СММ ОБСЕ на самом-то деле ничего чрезвычайного не происходит. То есть мы живем в части обстрелов и вопросов войны мира в точно таком же порядке, как и всегда. Санкции, которые сейчас были введены, они были введены по поводу Solar Wind, по поводу вмешательства выбора, кибератаки, не против Северного потока, а корабли, которые должны были зайти в порт Одессы, пройдя Босфор, они почему-то были остановлены и не вошли. Хотя они до этого уже неоднократно были в Одессе, их там многие даже видели, там чуть ли не открыто можно было на них фотографироваться и для некоторых людей посещать. Почему так происходит? Почему остановили? Мне кажется, что на вот этом треке, на Американо-российском, во время дискуссий о судьбе мира, двое наших престарелых альфа-самца, я говорю о Путине и Байдене, на ней все-таки размышляя в контексте того, что война – дело молодых, пришли к выводу, что слова словами, обвинения обвинениями, дискуссии на тему «Так кто же убийца» из этих двух уважаемых, респектабельных мужчин, пришли к выводу, что нужно немножечко ситуацию деэскалировать и не переводить ее в горячую фазу. У нас многие расстроились, очевидно, и, наверное, думают, что там нас Америка бросила на растерзание русскому мишке. На самом-то деле это не так. А корабли, они находятся на постоянном дежурстве в Средиземном море, и в любой момент решение может быть изменено. Там сколько? Им же ход этих боевых машин. Пару дней, да, обычно. Они от госпорта до парковки уже в Одессе. Да, так что тут нет никаких проблем, и в случае чего ситуацию могут сразу заменить. Но на самом-то деле, вот я исхожу из того, что президенты все-таки договорились о том, что, ну, хочется в это верить, что российские танковые армады погремят еще какое-то время на границе Украины и поедут по своим аулам куда-то там за Урал, откуда они, собственно говоря, и приехали. Потому что все понимают, что прогулка по Украине не получится. Я имею в виду для российских военных. Это не 2014 год. Наши парни знают, что делать с российскими оккупантами, и будут применены все средства защиты себя, которые у нас есть. А вот этот, знаешь, российский как бы вот этот агрессивный нарратив, который здесь они транслируют, он настолько хорошо ложится на неподготовленные мозги российских граждан до того момента, пока нет сотен гробов российских солдат. Эта опция в случае полноценного вторжения, она неминуема. Может быть, не сотен, а тысяч или десятков тысяч в зависимости от их как бы на размах. Чем сильнее атакуют, чем, соответственно, сильнее получат. Вот. А что касается северного потока, ну, видишь, Америка при Байдене, они пытаются восстановить это трансатлантическое сотрудничество, создать опять единую силу. И, как ни странно, тут для нас не очень хорошие новости. По той причине очевидно сейчас идет все к тому, что Северный поток-2 достроят. Я вообще всегда исходил из того, что нужно учиться жить без российского транзита или с минимальными объемами российского транзита. То есть все идет к тому, что трубу завершат, а дальше будут масса-масса переговоров, в том числе Россия, США, Германия. И мы, чтобы они всю трубу эту не заполнили, и, соответственно, часть продолжала идти через Украину. Поэтому, скажем так, единство Запада, оно, кажется, берет верх над тем, чтобы укатать этот проект. По-моему, так. Когда переходит государство уже на другой уровень вооружения, ну, нет смысла с той стороны использовать то вооружение, которое явно будет проигрывать. А танки будут проигрывать, это понятно. Смотри, но я хотела вернуться к другим вопросам, потому что в начале недели, да, там были истории про Турцию, потому что Зеленский встречался с Эрдоганом. До того, как он встретился с Эрдоганом, Эрдогану звонил Путин, причем явно там пытаясь его запугать по поводу Байрактарова, опять-таки, новой техники, которая необходима Украине, и которой было до этого закуплено слишком мало. Я так понимаю, что будут расширять эти поставки. Хотя я говорила с депутатом турецкого парламента на этой неделе, он не смог не назвать количество, о чем, собственно, идет речь, о каком количестве поставок, поставках или совместного производства. Но тут интересны действия России, да, то есть Эрдоган явно ослушался Путина. Путин после этого, условно говоря, применил санкции на собственных гражданах, которые заплатили 32 миллиарда за отдых в Турции на майские праздники, а вместо этого им запретили полеты в Турцию по причине, конечно же, коронавируса якобы, и граждане России потеряли приобретенные. Как это воспринимается в России? Ой, с Турцией очень забавно получается. Знаешь, мне кажется, что вот это вот обоснование, коронавирусная зараза, оно тут никого уже не пугает, и решение принимается исключительно, чтобы как-то это обосновать. Понятно, что они пытаются Турцию наказать долларом, рублем, потому что Россия страна большая, людей здесь много, и туристов, соответственно, много. Но вот эта вот тема, они же, по сути, постоянно требуют от Турции прекратить или отказаться, или остановить военно-техническое сотрудничество с Украиной. Даже вот на последнем брифинге спикер МИД Российской Федерации Мария Захарова очень много рассказывала о том, что же вы делаете, от этого страдают женщины и дети, гражданское население, вы помогаете стране, которая ведет гражданскую, в кавычках, войну, и тем самым усиливаете украинскую власть для того, чтобы, как они тут говорят, мы вели войну против своего народа. То есть, правда, вопрос, откуда у российских гауляйтеров современное российское вооружение, они как-то здесь вносят за скобки. То есть, система «сделаем монтаж в голове», она частенько используется российскими товарищами. Но то, что Турция является таким раздражающим моментом, тут даже вопросы звучат так, ну как они отреагировали, турки? И тут уже как бы немножечко сумуют, скучают и говорят, но мы их призвали к этому. Поэтому я исхожу из того, что военно-техническое сотрудничество Украины и стран НАТО, таких как Турция, Великобритания, оно будет продолжаться. И это, соответственно, автоматически уменьшает вероятность российского военного вторжения вглубь свободных регионов Украины, потому что цена будет расти с каждым днем. В общем, тут ничего нового не придумывали. Хочешь мира, готовься к войне. И нашу беседу я как раз начал именно с этого. Вот почему все как бы это все связано? Северные потоки, вопросы безопасности. Почему с «Северным потоком-2» у меня прогнозы не самые утешительные, но то, что будет сделано все со стороны западного мира, чтобы поддержать Украину и не допустить вот этих военных действий, как мне кажется очевидно, вот даже вот в этом решении о чрезвычайной ситуации, когда они объясняют, а почему же американцы пошли на такой шаг? Вот я считаю официальное сообщение «Нарушение устоявшихся принципов международного права, включая уважение территориальной целостности государства». Это как раз о нас и идет. И тема Украины в российско-американском треке, что бы они там ни говорили, она стоит на самом первом месте, независимо от того, какое место она занимает в релизе. Потому как все остальные вопросы, они или это было не так давно, но тем не менее в прошлом, или это такой постоянный раздражитель. А вот российские танки, и не только танки, кстати, это то, что вот как ружье на стене, может выстрелить. Но будем исходить из того, что русским объяснят, и мы объясним, и наши союзники, о том, что русский солдат смертен, и это нужно учитывать. А у Путина там выборы, куча всяких там дел, которые, ну, не предполагают. По факту, скорее всего, война перед выборами не нужна. Знаешь, встреча с Меркель и Макроном в обед. При этом, если я не ошибаюсь, вчера мимо того, что из Америки выслали 10 дипломатов, из Польши высылают 3, и посылают Россию в... Да, тоже вызваны для беды. Видимо, тоже в связи с какими-то вот будет, наверное, мне кажется, массовая высылка резидентуры очередная, как она была после Скрипалей. Если будет слуха, что Меркель и Макрон будут давить на Зеленского в этих переговорах, то Зеленский такой вилки окажется, потому что если он согласен с водой в Крым, то, может, Путин там как-то и отступит. Но при этом, конечно, внутренняя ситуация здесь будет ужасная. Понятно, что это сразу же используют и крымские татары, я их понимаю полностью, да, которым пришлось эмигрировать, которых там садят, преследуют. То ты думаешь, будут они давить на это? И как поведет себя Зеленский? Ну, знаешь, у нас в обществе мы любим себе придумывать страшилки, что там вот какой-то всесильный Макрон и Меркель могут что-то там изменить в нашей судьбе. Но послушай, во-первых, вопрос с воды в Крым, а кто сказал, что западные лидеры будут вопрос ставить именно в такой ультимативной форме? Ну, кто об этом сказал? Какие для этого есть причины? Русские пропагандисты, Ром, на федеральных каналах? Я исхожу из того, что вода в Крым может поставляться до деоккупации исключительно в пластиковой таре, допустим, 5 литров с наклейкой «Крым – это крымца Украина». Говорить о том, что Зеленский должен пойти на уступки Кремлю, чтобы что? Чтобы они от нас отстали? Они от нас не отстанут ни при каких обстоятельствах. И подача воды в Крым станет, ну, как бы, просто колоссальной уступкой Украины в одностороннем ключе. Если они сейчас вкладывают миллиарды для того, чтобы решить вопрос с водой на оккупированных территориях, то они эти деньги будут вкладывать в свою военную мощь, в свои, опять же, те же танки, беспилотники и так далее, и так далее, и продолжать вести войну против нас. Дело в том, что русский «Медведь» он так устроен, что ему всегда будет мало. Понимаешь, они же тут в контексте вот этих вот дискуссий размышляют на тему, что проводят там параллели не только же вот в контексте принуждения Украины к миру, а и встречи на Эльбе. Они хотят встретиться с американцами на берегах Днепра, соответственно, с разных сторон Днепра. Поэтому, когда ты это слышишь, никаких уступок... Это реально они такое говорят? Извини, я просто в кого-то... Ну, да. Жириновские? Ну, есть тут много всяких идиотов, которые, опять же, российских парней хотят загнать в танки, ну и не только в танки. Я исхожу из того, что украинскому политическому руководству хватит и твердости, и самое главное здравого смысла. Потому что в этом нет никакого резона. А. Русские не успокоятся. Б. Это приведет к дестабилизации ситуации внутри Украины. Соответственно, колоссально ударит и по рейтингу президента будут использоваться такие слова, как «зрадник», там «агент Путина» и все остальное. И на самом-то деле, если это произойдет, это будет во многом обоснованно. Поэтому, взвесив все «за» и «против», я думаю, что украинская делегация французам и немцам объяснит, что вы гипотетически, подчеркну гипотетически, ставите невыполнимые условия. Вообще, в этой истории с войной с Российской Федерацией мы по каждому пункту стоим в ситуации, где нам отступать некуда. Понимаешь? Они, вот если их проанализировать, как бы российские позиции, они, что бы ни происходило в мире, они почему-то размышляют о ракетно-бомбовых или каких-то других ударах по Украине. Ну, к этому нужно привыкнуть. Каждый должен знать, где ближайшее бомбоубежище. И Владимир Путин с его современной Россией, они заставят эту страну, которая называлась, называется и будет называться Украина, измениться, качественно измениться. Вот я исхожу исключительно из этого. Я, кстати, прогнозирую, что будет рост сейчас опять НАТО-атлантической, да, евроатлантической интеграции вот этих вот наших пожеланий украинцев, да, процентов на 5-7 минимум. Вот просто уже сейчас, за последние три недели, Владимир Владимирович добился того, что украинцы еще больше захотели в НАТО. В данном случае нужно вообще вопрос ставить, знаешь, в каком ключе? Цена проигрыша в этом войне. Вот если, что будет? Вот если проанализировать все высказывания людей, которые около Кремля тусуются, то у них сейчас такая ненависть к Украине и к украинцам, что на ней будут проводить, ну, систему, что-то будет подобное, как геноцид в 32-33 году, потому что они на официальном уровне заявляют о том, что мы защищаем русскоязычных. На самом деле нет. Им все равно, на каком языке ты говоришь, для них является недопустимым в этой извращенной системе российских коронавирусов. Просто существование Украины, это понятно. Украины, а если мы говорим о людях украинской политической нации, понимаешь, если этот вопрос стоит вот в таком ключе, а украинская политическая нация, она многоязычна, и могут быть и украинцы и венгерского произвещения, и румынского, и те, которые говорят на русском, как мы с тобой. Так вот, вот эти вот высказывания, которые тут транслируются, они, ну, если суммировать, то все идет к тому, что они будут вешать украинцев или сажать на подвалы, не разбираясь, за кого ты голосовал, там, за Зеленского, Порошенко, или даже за того же Бойко. И вот это нужно просто всем понимать. То, что они сделали на Донбассе, казалось, где количество, ну, пророссийского, или лояльного России населения до войны всегда было больше. То там, где живут, о чем ты с каждым метром на запад, соответственно, восприятие на россиян будет все хуже и хуже. Поэтому, ну, это факт. И вот кто-то у нас думает, а, я не хочу в себя впускать войну, нет, там, мы все за мир, и так далее. Но это же каратели, российские каратели. Слушай, ну, по-моему, даже Кремль сейчас и против граждан России, в принципе, ведет настолько репрессивную политику, что это уже остановит, это совсем, мне кто-то вчера написал, по-моему, на фейсбуке под новостью из России, которую я перепубликовала, что, типа, такое ощущение, что это 37-й год. Там единственное, что разница, что человек писал где-то в Ваконтакте, да, а не говорил на кухне, и его за это посадили. Смотри, а что вообще по внутренней повестке сейчас в России, потому что мы слышим там и о дальнейшей голодовке Навального, и на то, что ему не пускают врачей, и то, что врача, который приехал, там, арестовали в итоге, журналистов CNN, Белсата и так далее, арестовали. Какие-то новые, якобы, тюрьмы собираются строить, что-то среднее между СИЗО, это какие-то новые гулаги массовые, я не понимаю, почему они вообще готовятся. Ну и вот эти посадки, задержания студенческих каких-то СМИ, это же, как вообще это все воспринимается в России сейчас? Интересное явление. Борьба с так называемой пятой колонной, а это все, кто не поддерживает Путина, это все теперь объявленные враги, врагами России, она непосредственно связана с войной против Украины. То есть они рассуждают о уничтожении пятой колонны, причем там, как Жириновский сказал, до первого мая, ну физическом уничтожении, в контексте бомбардировок украинских городов. И на сегодняшний день понятно, что это все-таки не 37-й год, массовых репрессий здесь нет, но вот этот вот каток, который постоянно выдергивает кого-то непоказательно, они судят, это все очень работает. Люди начинают бояться? А ты знаешь, что за последние годы россияне побили рекорд по количеству обращений за грин-картой американской, то есть все, у кого хотя бы есть немножечко мозгов, они понимают, что страна и все дальше и дальше будет закрываться, и мы будем исходить из того, что получится следующее повторение такого исторического прецедента. была когда-то Корея единым государством, получилась Северная Корея и Южная. Вот в нашем случае Украина будет аналогом Южной Кореи, а соответственно это вот гигантская территория, они из нее сделают Северную Корею, и тут очень много таких, знаешь, звоночков в этом плане. Вот эти вот стоны по поводу суверенного интернета, борьба с пятой колонной, понимаешь, бандеровцы начали заканчиваться, бандеровцев нет, а вот этому аппарату нужно все время работать. Они же, видишь, тут показательно проводят какие-то задержания каких-то сторонников правого сектора. А, да-да-да, кстати, какая-то история была где-то в Иркутске, по-моему, на ТАСС пишут, что мы задержали правого сектора, вербовщика, а на официальных сайтах нигде нет вообще об этом. То есть это просто пропаганда. Я не знаю, в России могут человека назначить агентом правого сектора. У нас уже про правый сектор в Украине уже подзабыли на самом-то деле за эти годы. А здесь эта тема живет, и они, причем, что очень важно, они обвиняют этих людей, граждан России, в том, что они готовят на основе каких-то украинских националистических идей, готовят теракты на территории России. И вот это тут звоночек такой для самих граждан России, как мне кажется, очень и очень серьезный. Ты знаешь, я все-таки пытаюсь всеми фибрами и души, и разума прислушаться к настроениям в российском обществе и ответить на себе на вопрос, хотят ли русские войны. И сейчас пришел к такому выводу, что, а, войны они не хотят, они бы не против прирасти территории за счет Украины, но бесплатно, без жертв, такой опции у них уже нет. И почему я говорю о том, что, скорее всего, все-таки все сойдет на нет и вернется к постоянному напряжению на линии соприкосновения, по той причине, что у Путина, у них же тоже тут есть выборы эти в Госдуму, проблемы с рейтингом, с одной стороны, они, понятно, посадили Навального, всю оппозицию зачистили, и они свой результат нарисуют, но война в данном случае, она может стать как раз таким катализатором внутрироссийских процессов. Мне тут один товарищ, такой, знаешь, типа русский либерал, когда рассказывал, что о том, в таком, знаешь, в таком психологическом давлении, что, мол, вам хана, я говорю, а сколько вы готовы потерять солдат в Украине? Он говорит, ну, тысяч двадцать для нас вообще не проблема, типа, бабы еще нарожают. Но, знаешь, война в Афганистане стоила Советскому Союзу, не России, 15 тысяч человек погибшими, и закончилось это очень и очень печально. Понимаешь, вот берем соцопросы, они очень такие яркие, что кто больше всего любит Путина? Ну, старшее население, которое смотрит телевизор, кто лучше всего относится к Украине, вот прямо сейчас, это молодежь. и это говорит о том, исходя из тезиса, что война дело молодых, что когда им скажут, ну, что, парень, наш дорогой розовощекий Иван из Рязани, там, Перми, или еще откуда, вот тебе автомата, иди освобождать на Украину от нацистов, он подумает, посмотрит на них и скажет, ребята, да не пошли бы вы. Вот это, как бы, в целом, ну, вселяет, вселяет некий оптимизм. Ну, еще раз, это общественное настроение, это нужно учитывать, но ключевым моментом все равно будет действие российской армии, и поэтому, вот то, с чего мы начали с тобой разговор, это нужно, знаешь, как исходить из того, что мы в условиях угрозы будем жить постоянно. Нас иногда любят нас сравнивать с Израилем, вот в Израиле как бы они армию построили, но у нас до сих пор общество, это же общество пацифистов, у нас любят, или мы любим, или хотим быть как Израиль, но почему-то, когда касается общевоинской повинности, хотя бы для мужчин, не включая женщин, то у нас говорят, о нет, нам это не надо, а вот вот это государство, которое я привел в пример, там же служат все, и мужчины, и женщины, поэтому в этом отношении у россиян, кстати, точно такая же ситуация, но люди нашего возраста и младше, у кого есть хотя бы немножечко извилин, они, мне так кажется, к войне не готовы и этого не хотят. слышала, что собирались заказывать, причем где-то в других русскоязычных странах, специальный сериал для интернета, российские, условно говоря, государственные структуры, сериал, хорошо идти воевать, приводить, в пример, Донбасс, и что было обязательно женщина, которая потеряла любимого сына или мужа, или там, неважно, брата, и я знаю, что люди даже отказывались это делать, причем они платили неплохие деньги за короткие 15-минутные серии, если я не ошибаюсь, но то есть они будут пытаться влиять на молодежь, явно вот эти заказы, они там за последние несколько недель мне стало известно, что вот они ходят. Шаново фонда Навального про дворец Путина, официальную резиденцию, и там уже, я посмотрела только что 2,7 миллиона просмотров, ну, и там смешно то, что Путин же все время рассказывал, что нет, это не мой дворец, потому что я не люблю роскошь, мне не нужна роскошь, это все рассказывал там песком с часами за сколько-то там миллионов рублей, и тут, значит, его официальная резиденция, в которой есть вот все, и комната грязи, и тайский массаж, и какие-то там масса саунд, джакузи, спа, 500-метровый какой-то холл, в котором, я так понимаю, привозят артистов, одетых в стиле 18 века, как ты рассказывал, Бетлицкая, по-моему, об этой истории, там все подтверждается, и еще это все оказывается за государственные деньги, потому что это официально теперь принадлежит уже Ковальчику, но государство за это платит по 300 миллионов рублей в год. как ты думаешь вообще, во-первых, насколько удачное это разоблачение в этот раз, и сколько оно наберет через месяц, давай сделаем с тобой ставку, и насколько вообще они вот без Навального все равно продолжают снимать все-таки? Команда у Навального есть, значит, этот фильм вряд ли побьет рекорды предыдущего, по той причине, понимаешь, роскошь российской политической элиты ни для кого не является секретом. И независимо от... Они же врали, Ром, они же врали, что Путин не любит роскошь. Да все рассказывают Песков, есть прям... Послушай... Соломнева, Киселева, которые говорили, Путин вообще не так... Это не имеет значения, врали, не врали, это же россиян не надо делать дебилами, они все прекрасно знают, и многим это нравится, а некоторым нет, что Путин царь. А если он царь, то эти палаты на золотые это как обязательный атрибут. Поэтому тут нет какого-то... понимаешь, на этом же спалилась российская оппозиция. И вот сейчас их окончательно догромили, когда они во главу своей политической деятельности поставили борьбу с российской коррупцией, там, что там, с воровством и так далее, и так далее, и вынесли войну с Украиной за скобки. Тот же Алексей Навальный, который сейчас отбывает наказание. Вот для россиян это не является секретом, и большой процент людей, которые там живут за копейки, они не считают, что это что-то такое, чего не должно быть... Я не согласна с тобой. На самом деле, очень многие не любят коррупции в Украине и в России. Это даже на Донбассе, я помню, исследование 2014 года, для них объединяющая тогда для всей Украины, которая вот была под контролем боевиков и нашей Украины, не под контрольной боевикам, скажем так, и России, оно было то, что и там, и там были люди против коррупции. Всегда ты будешь иметь в процентном соотношении больше людей, которые против коррупции, чем больше, чем против войны с Украиной. Это реальность, к сожалению. В России это реальность. Ну, при этом этот фильм и предыдущий не приведет к каким-то протестам, хватит врать и воровать и все эти остальные вещи. Потому как, повторюсь, это не является секретом для российского обывателя. А когда ты проводишь параллели с Украиной, ну, мне кажется, они не совсем корректны, по той причине, что у нас история про борьбу с коррупцией это наше национальное увлечение. И украинские политики во главу угла как раз ставят именно это в течение последних 20 лет. А в России на официальном уровне они об этом не говорят. Навальный, да, они пытаются эту тему раскрутить, но рейтинг поддержки Навального, согласно относительно независимым опросам Левады центра, незначительный. Да, у него есть потенциал, был потенциал, пока его не посадили в тюрьму, но общество российское живет другими проблемами, геополитическим величием, войной с Западом, ну и так далее. Поэтому, по-моему, так. Ром, смотри, а вот сейчас помимо Навального и его команды, я вижу последние новости, что там следственный к Дудю какие-то претензии предъявляет это общество защиты интернета, к Моргенштерну, вот сейчас Дудь выступил в поддержку студентов, которых под духа, да, этих студентов, то есть они уже начали идти по другим, они смотрят теперь просто кто популярен и начинают просто атаковать через следственный комитет и всякие вот эти псевдообщества Мизулиной этих людей уже, чтобы их как вынудить уехать, что они пытаются сделать с этим совсем молодыми уже популярными. На российское общество оно все-таки не является однородным, соответственно есть вот эти вот условно следственный комитет это следственный комитет, я извиняюсь, и общественная палата это тоже общественная палата. Послушай, в данном случае, если какие-то встающие из колен скрипоносцы, лаптиноги обращаются в следственные органы Российской Федерации проверить того же Дудя на экстремизм или еще на что-то, это не значит, что это угрожает Дудю или кому-то еще. По той причине, что российское законодательство таким образом прописано, что ты можешь обратиться к российским следователям, спасти российскую мораль, еще там что-то, но это не значит, что будут действия на российских следователей против этих людей. И я все-таки схожу с того, что Дудю точно ничего не угрожает. Пока он может уехать. В какой-то момент он еще выступает по поводу студентов и не факт, что сможет уехать туда, в сторону Навального. На самом деле, мне кажется, ты зря недооцениваешь, потому что если это делает дочь Мизулиной, напомню, сенатора Мизулиной, которая из этого общества защиты интернета. Вот эти примеры, которые ты описываешь, это не что иное, как сотрясание воздуха. Время от времени российские депутаты вносят абсолютно дебильные законопроекты в Госдуму, на уровне запретить ездить людям, которые поели чеснока в общественном транспорте. Тем самым на фоне дебильности своих претензий и идей они попадают в тренды российского интернета. В данном случае, на фоне популярности Дудя и так далее, они раскручивают себя в первую очередь. Это, скорее всего, об этом. И мой прогноз, что вот эти, знаешь, такие псевдоинформационные поводы, о которых ты говоришь, они, как их произвели, так о них и забудут. Дуджи не претендует на власть в Российской Федерации. Да, но у него колоссальная аудитория. Здесь самый главный грех, который совершил Алексей Анатольевич Навальный, он официально объявил, что он хочет получить главный кремлевский кабинет. Вот за это наказывают и карают беспощадно. Элементы так называемой либеральной прессы, они всегда есть, и они во многом и играют такую важную роль для того, чтобы чучхеизация России не происходила настолько быстро. И чтобы резко, чтобы она была постепенной и люди успевали привыкать к чучхеизации. Это были итоги недели. Напомню с Романом Цымбалюком, журналистом агентства Униан в Москве. Подписывайтесь на канал Романа, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, комментируйте, критикуйте, пишите, какие темы и каких гостей вы хотели бы увидеть в следующих эфирах. Увидимся через неделю. Субтитры создавал DimaTorzok